МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возвращаясь к вашему вопросу, встретили прекрасно, хорошей погодой после московской. Правда, долго летели, потому что закрыто небо Украины. Ну, все остальное пока замечательно. Вот хотелось бы задать пару вопросов о вашем прошлом, еще, наверное, в бытность в составе группы «Автограф». Вот когда отработали там в должности бас-гитариста, во времена Советского Союза это было так же почетно, наверное, как в космос летать. Вот вопрос такой, приятно ли вообще сейчас высоты прожитых лет вспоминать эти времена? Вы знаете, да, у меня к этому двоякое отношение в хорошем смысле. С одной стороны, очень приятно вспоминать эти времена, они были замечательные. Это были прекрасные 11 лет моей жизни. Тогда еще, в общем-то, юный, я начал играть в автографе, когда мне было 17 лет, тщательно скрывая этот факт. Вот мы, кстати, были в Кишиневе, работали в зале, который находится недалеко от этой студии. А с другой стороны, я к этому, в общем, стараюсь относиться, ну, в каком-то смысле, наверное, философски, потому что жизнь продолжается. Это было прекрасное время, но оно было. Сейчас другое время, не менее прекрасное, каждый день приносит, собственно, какие-то новые возможности, новые встречи. И наша встреча является тому подтверждением. Собственно, вот мы работаем. Как началось ваше сотрудничество, Лидия? Ну, познакомились мы в этом году на Евровидении в Австрии, когда мы были вместе с группой Sunstroke Project в качестве журналистов. Там мы первый раз познакомились, а уже сейчас, когда Леонид приехал в Молдову, это уже второй раз, когда мы увидимся. Конечно же, Сергей Орлов, мой продюсер, был тем человеком, который навел этот контакт, связующее звено. Вот так. Вот хочется тоже спросить, Дина Гарипова, была бы ваша первая работа, которая прозвучала в рамках Евровидения, или были и до этого композиции? Нет, Дина была первой. И, как обычно, все самое хорошее в жизни происходит, в общем-то, случайно. Я довольно долго и, не побоюсь сказать, наверное, успешно работаю со своими шведскими коллегами. И один из них, мой старинный друг, когда мы начинали, он был продюсером, сейчас он издатель, сказал мне, «Ты знаешь, что вот на сайте Первого канала висит объявление, значит, что требуются песни». Я говорю, я не знаю, но, тем не менее, давай я уточню. Вот. И, собственно, с чего все это и началось. Выяснилось, что песни не так сильно требуются, но, ну, почему бы и нет. Но есть что-то, присылайте. Короче, сказали вот мне мои, так сказать, друзья с Первого канала. И поэтому в таком вот непринужденном режиме, собственно, все это и началось. Вот. И потом стало известно, что участником на тот год будет Дина Гарипова. И вот одна из песен, присланных в этом непринужденном режиме, в принципе, стала песня «Вот ив», которая в прошлом году была неким негласным, можно сказать, гимном Евровидения, что было очень приятно. Потому что песня даже не была победителем в год Дины Гариповой. Но, тем не менее, в общем... А вот что касается композиции Полины Гагариной, вы тоже для нее писали. Да. Понравилось ли вам, как Полина блистала на венской сцене? Мне очень понравилось, как Полина блистала на венской сцене. Мне очень понравилось, как она, в кавычках, блистала до этого. Потому что мы работали в студии. Вот. И она себя проявила очень... Как раз рассказывал Сергею, или историю, так сказать, предысторию этой песни. Вот. Проявила себя очень организованным, сдержанным, интеллигентным, мотивированным, высокопрофессиональным человеком. Поэтому вот то, что было в Вене, для меня не было сюрпризом. Это было некое продолжение нашей мини-саги пришествующей поездки в Вене. Я боюсь, что в вечер финала, когда узнали все, что второе место, ой, какое количество всевозможных предметов под рукой было разбито, что все-таки не первое. Вы знаете, нет. Скорее наоборот. Потому что, принимая внимание, тем не менее, какие-то объективные факторы, в виде на тот момент, ну, скажем, неоднозначного отношения к России, я думаю, ни для кого не секрет, что все-таки Евровидение, являясь музыкальным конкурсом, тем не менее, отражает некие процессы, которые происходят в мире, геополитические и так далее, и так далее. И, так сказать, в внутренних каких-то вот наших разговорах считалось, что если мы попадем в пятерку, это будет, в принципе, очень хороший результат. Вот. И, как бы, ну, не то, что установка, но вот такой некий ориентир такой был. Поэтому, конечно, второе место, даже практически в какой-то момент, так сказать, грозившее в первое, было очень-очень приятным результатом и, на мой взгляд, так сказать, триумфом России и, безусловно, самой Полины. Потому что нагрузка была невероятная. И вот в этом году вы работаете совместно с Лидией Сак. Как вы рассчитываете, как вы оцениваете ее шансы на победу? Вы знаете, любой конкурс есть конкурс. Вот. И я боюсь давать оценки кому бы то ни было, и никогда этого не делаю. Потому что были ситуации в моем опыте, когда с точностью до наоборот происходили события. Мое мнение, шансы очень хорошие. Вот. Лида замечательная певица. Вроде, тьфу-тьфу, мне кажется, у нас получился какой-то органика между командой песней. Идеей, да. И некой идеей. Я надеюсь, что к этому будет еще добавлено какое-то визуальное решение. Вот. А когда вот эта турбина образовывается, я считаю, шансы есть. Шансы хорошие. Скажите, а почему вы верите в Лидию Исаак? Каким образом ей удалось уговорить вас сотрудничать? Вы знаете, мне, наверное, надо ее спросить об этом. Лидия, как тебе это удалось? Даже не знаю, как вам сказать, как мне удалось. Просто вот, наверное, такие стечения обстоятельств. Может быть, какая-то удача, что вот мы встретились с Леонидом Готкиным тогда на Евровидении вместе с Сергеем Орловым. И вот уже родилась вот такая песня. Конечно, вы ее еще не услышали, но она, могу сказать, что очень-очень красивая. Вот. И мне очень подходит. Я могу в свою очередь добавить, что я считаю, что человеческий фактор является не менее, а иногда и более значимым, чем профессиональный. И вот какое-то ощущение очень хорошее, энергетическое и теплое, которое у нас осталось от общения на Евровидении, перешло в нашу профессиональную работу. Нам легко общаться, мы говорим на одном языке, у нас, так сказать, какие-то общие вкусовые ориентиры. И вот, опять же, тпу-тпу-тпу. Все хорошо. Пока, да. So far, so good, как говорится. А как происходит сотрудничество со шведскими авторами? Потому что вы же работаете вместе с ними. Вы знаете, в самых разных формах. Конкретно по этой песне мы работаем через скайп. Вот, по песне, которая делалась для Полины Гагариной, мы работали в рамках так называемого writing camp, когда собирается много авторов, пишут много песен, из них потом выбирается. Вот, здесь нет какого-то универсального лекала, то, что называется, вот, результат самый важный. Процесс важен, но важнее результат. Ну что ж, мы хотим вашей композиции пожелать, конечно же, ну, я не знаю, но как минимум пройти как максимум, все-таки победить. Спасибо большое. Спасибо огромное. И большое спасибо вам за визит. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Ну, а далее, дорогие друзья, предлагаю вам музыкальный видеоклип. Желаем хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»